Главный тренер баскетбольного клуба «Кортица» Владимир Поляк, игрок Александр Шашков. Александр, пожалуйста, Ваш краткий комментарий матча. Как так сказать, по игре чувствовать, что мы не справлялись в защите, особенно под кольцом. Отсюда основной результат. Задача была больше отпустить с периметра, больше закрыть трехсекундную зону, но установку не выполнили. В основном мы все пропускали с двухочковых позиций. И не справились, что тут сказать. Спасибо. Владимир, пожалуйста, Ваш комментарий матч. Конечно, понимали, что играем с лидером чемпионата, фаворитом этой игры. Понимали силу команды Днепр, с чем поздравляю команду, с победой заслуженной. Мы провели сегодня стабильную игру. Каждую четверть мы проигрывали по 8-10 очков. Как бы так она и закончилась. Как бы, может быть, не хватило уверенности в своих силах, потому что обычно мы настраиваем ребят на борьбу по всей площадке, на периметре под кольцом. Но сегодня захотелось попробовать закрыть периметр, понимая, что команда Днепр как бы сильнее нас в трехсекундной зоне. Поэтому хотелось за счет того, что мы будем пропускать трехочковые атаки. Ну, получилось, как получилось. Они забили всего 8 трешек. И все, что они забили, все добились под кольца. Проиграли щит с разницей в 20 отскоков. Как бы, как следствие, такой результат, но следовали, думали, что будет тяжело, но не настолько большой разрыв был. Предполагали. Вопрос. Молодежь. Нет, у Запорожья, как те на кого-то? Вся молодежь здесь. Дело в том, что в Запорожье две команды. Вся более-менее перспективная. Молодежь есть, но это уровень совсем первенства города. Не хотелось бы просто этого. Спасибо. Спасибо.